всем привет это очередной выпуск и неправильного обзора ножей сегодня я обозреваю свою коллекцию спайдерок обзор неправильный название спайдерок я не помню дура 4 современная версия немножко не каноничное исполнение каноничное исполнение предполагает спуске от обуха здесь у нас спуске от середины лезвия делается это для того чтобы получить вот вот так вот если посмотреть вот на этот на кончик то увидишь он здесь такой достаточно дурака устойчивый то есть обычно если мы имеем классическую версию 24 там кончик такой деликатный а здесь вот реально чтоб типа ну если вы будете ножом делать что-то такое что требует каких-то там усилий чтобы этот кончик не сломался вот здесь вот его сделали вот таким вот достаточно массивным что прикольно в остальном это обычная четвертая дура пластиковые плашки с насечкой спайдерковской клипса стандартная спайдерковская представляется на все стороны вверх вниз для права руки для лево руки сталю к здесь вг-10 вот такая вот прикольная механика то есть нажал нож почти сложился ты его там доводишь естественно открывается одной рукой за спайдер холл фирменная так сказать дырку не знаю как-то это пытался выяснить как бы ходить с ножом с дыркой это как потому что ну сами знаете типа есть же посуда с дыркой есть она у тех которая так а там ну как бы ну которым руки не подают понимаете а тут ты ходишь типа с ножом а нож это же типа ну как бы посуда и в нем есть дырка а можно ли ну как-то мне на это никто никто как бы мне на это не ответил я пытался ходить со спайдеркой вот чтобы чтобы ходить со спайдеркой по германии так как там у нас существует достаточно специфические ножевые законы мне пришлось ее немножко так сказать модифицировать я вот здесь вот спилил замок и превратил спайдерку в slip joint то есть смотрите вот замок но я его не нажимаю я нажимаю вот сюда вот и нож складывается вот с такого спайдеркой можно типа ходить по большинстве по фатерланду вот ну помимо того что я его здесь замок подпилил я еще и хотел это лезвие протравить здесь можно посмотреть как прекрасно это у меня получилось потому что жидкость для протравки она попала под под ленту и у меня еще разводы появились вот здесь вот а здесь вот разводов нет то есть план был как бы до сюда отравить здесь это получилось здесь не получилось потом я еще там доставал его смотрел короче когда ты его достаешь вот этот рисунок он выглядит более так сказать интересным лучше но когда ты потом там этой как его губкой ну это почистишь ночи вот у меня получился вот такого результата так что ну как бы но во всем остальном это обычно так сказать спайдерка кроме того что здесь спилил замок вот это вот как бы как бы классический но никак классическая но более древний вариант эндуро то есть если мы его сравним с современным мы видим что здесь отличаются вот этого часть геометрия плашек отличается геометрия лезвия немножко другая современная дура на как бы более такая стремительная отличается орнамент рукояти то есть вот так вот мы можем посмотреть насколько современный орнамент рукояти он типа лучше геометрия рукоять отличается то есть наличие насечек здесь и тут то есть видно что есть отличие и здесь видно насколько значит этот кончик деликатный по сравнению с одним кончиком опять-таки здесь вот на этой вот классической версии мы имеем вот такую клипсу то есть есть отличие еще и по по клипсе она не переставляемая на пластиковый она является частью вот этой вот рукоятки ну и селектор у этого у спайдерки селектор достаточно такой агрессивный хороший то есть этим селектором можно пользоваться здесь мы имеем сталюку г-2 на этом на клинке который относится ну как бы к нормальным стали но уже такие как бы на жизнь не выпускают достаточно древняя достаточно древняя модификация написать и сети сделано в японии в общем все такое древнючая спайдерку современный вариант спайдерки с с эмерсоном считаю что это самая уродская спайдерка из тех которых из тех которых можно так сказать себе представить то что но вот сравните как бы вот эти вот прикольные очертания и вот это вот не пойми что но у этой как бы штуки есть свое практическое применение то есть спайдерка очень отлично работает вот с этим вот открыванием эмерсоном в чем смысл что когда ты типа достаешь это из кармана можно или значит за 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 край кармана или значит за заклепку карманную или даже например можно об обстрочку джинс вот так вот его зацепить открыть и он как бы выходит ну в рабочее положение прикольный такой себе ножик ну как бы да то есть да испоганили геометрию но как бы у меня таких уродских спайдерок много и если это самая уродская спайдерка то это вообще как бы больше испоганить спайдерку это трудно себе представить была отличная штука вот как бы отличная модель могла бы быть потому что здесь спуски от обуха идут но они сделали прямую режущую кромку то есть это шипфуц или как-то варклифт модификация вот варклифт модификация с эндуро 4 плюс они еще сюда напелялись и лейтер да это как бы немножко компенсирует длину кромки то есть ты как бы кромку получаешь чуть больше она как бы чуть до лучше ты должна пойди резать но если ты будешь вот так вот протягивать его но все-таки это сделано чисто чтобы резать какие-то я не знаю волокнистые вещи какие-то ну ну не для людей то есть быту в нормальной жизни селетра тебе да фиг не должен когда я вижу значит селетра на спайдерке вот на эндуре 4 я такой весь а бля ну пипец короче современная модификация с вг-10 на клинке с селетеру все дела еще одна классика эндуре здесь мы видим что это эндуро с такими вот железными плашками это опять-таки достаточно древняя модификация почему то что здесь нету на замке пропила нету насечек и мы видим что здесь сталюка аус-6 аус-6 сталюка это модель из конца девяностых сохранилась достаточно неплохо здесь мы видим еще кто муж и небольшую разницу по серрейтеру если мы возьмем современный серрейтер и сравним его с серрейтером на старых моделях то мы увидим а хрен с ним почти никакой разницы нет то есть это вся разница сводится к тому что здесь серрейтер на прямую кромку нарезан а здесь он нарезан на кривую вот собственно как бы и все вот это мои значит эндуре 4 по классике современная современная переделанная современная испорченная современная испорченная два раза ну и как бы классика в другом исполнении с другой стали со всеми делами что это за что это за спайдерка я честно не помню я называю стейковым ножом то есть если мы посмотрим на этот но что это нож чисто для стейков на самом деле он легкий но просто огромный 12 сантиметров лезвия если вы где-то хотите хорошо порезать стейк этот нож самое оно да это какая-то классика то есть видно что квивса старая старая модификация вот это вот насечки старая модификация лога старая на это на рукоятке то есть это версия откуда-то там из давным давно уже не купишь но у меня вот есть мне по приколу старика здесь аус 8 а что соответствует где-то 440 а стали ну не самая так сказать удачная модификация но стейк ей можно порезать и в этом будет ее прикол вот такой огроменный ножик любители колд стила сейчас должны так сказать нервно нервно теребить свой что они там теребят что теребят любители колд стила реком нет реком реком не получится ну короче у них наверняка есть какие-то ножики которые не могут потеребить так полис классика жанра классический нож от спайдерка полис отличительной чертой является то что типа немножко сплющенный милитари у которого значит спуски идут от середины и вот здесь такая вот фальш этот еще есть фальш лезвие на обухе типа чтобы можно что-то провтыкать кончик очень деликатный это как бы сам большой минус этой модели ну еще минус модели то что здесь плашки значит железные это современная модификация свг-10 вот такая вот стандартная клипса представляется на все четыре стороны насколько удобно это держать в руке это удобно держать в руке особенно если вы будете в перчатке так вообще классно замочек бэклок механика несмотря на то что здесь плашки это цельный кусок металла механика здесь хорошая да это ножик клепанный то есть вы его не сможете разобрать почистить но в принципе вам и не нужно прикольный ножик там этот две большие спайдерки там где большие спайдерки там же мне вот есть вот такая вот маленькая спайдерка древнючая какая-то модификация со сталью 2 что интересно это маленький вот такой вот джентльменский ножик очень прикольный и прикольно еще тем что здесь у него линза наточена выпухлая то есть вот это ножик с выпухлой заточкой режет просто шикарно я не знаю мне очень пока всегда говорят что спайдерка это типа рез когда ты берешь вот такую вот спайдерку что-то здесь как бы ну что тут может резать держит спуске от середины не от обуха а он режет потому что здесь линза шикарно очень легко правиться очень прикольный ножик я с ним ходил вот у меня есть темляк с которым я так сказать его доставлял клипсы я не носил вот такая вот прикольная штука очень кайфовый кстати клипса где-то потерял от него да где-то потерялась от него клипса чисто вот как он лежит в руке вот так вот он клавится лежит в руке можно выполнять им все функции то есть на эдисе это отличный нож хоть и маленький если мы говорим уже про спайдерку рез то у спайдерки есть сталюка чисто которая которая все так сказать ради реза это zdp 189 такая вот японская сколько помню сталюка она очень резучая она как раз рассчитана на то что ты мог резать вот эта модель она пожалуй сам не помню как она называется она вот такая вот прям рассчитана на рез здесь по опуху меньше миллиметров здесь спуски от опуха и вот это вот режущая кромка она имеет вот такую вот выгнутую 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 форму ну и как бы вот этот нож вот так вот держишь то есть как раз чтобы можно было какую-то работу по резу выполнять потому что ну нож шикарно даже можно и вот так вот взять не обязательно брать вот сюда вот за за вот так вот им работать он в руке лежит отлично не помню как называется главное здесь прикол это его старюка вот это вот zbt этот как он называется ну вы поняли короче zbt 189 итак мы посмотрели на на спайдерки дуры на спайдерку полис на какие-то их модификации как видите это все как бы спайдерки сын бэклоком но у меня но как бы у спайдерки есть модели которые с другим более так сказать прикольным замком этот замок называется компрессион лок и конечно в качестве такой вот самой известной модели с компрессион локом это конечно парамилитаре то есть вот здесь вот этот замок нажимаешь и ножик складывается офигеннейшая механика прикольнейший прикольнейший ножик в руке лежит самым так сказать классным образом да мы видим что здесь лезвие достаточно широкое но она имеет такую архитектуру трех треугольником сталюка здесь с 30 в то есть это порошочек еще на клинке то есть да эта штука меньше чем military и да у нее как бы проявляются какие-то какие-то проблемы military что вот типа если мы берем вот эту длину режущей кромки и сравнивать с общей длиной ножа то мы говорим ну да типа слишком длинная рукоять вот что вот так вот вот такой огромный нож а режущей кромки у тебя всего-то ничего но зато есть компрессион лок компрессион лок мне офигенно как нравится абсолютно кайфовая штука очень очень по приколу не то то есть абсолютно классный ножик с этой как она называется с с порошковой сталью на клинке еще один ножик с порошковой сталью на клинке и compression боком это вот такой вот вот такой вот монстр я не знаю что это я уже забыл как он называется он причем для леворуких то есть по идее вот это товарищи левой руки должны отжимать они права руки здесь есть какие-то эмблемы в общем что-то что-то здесь есть вот здесь есть какая-то надпись 7p 440 в колорадо спайдерком раньше вот здесь вот была такая вот шайба была полностью занимала это отверстие я решила пропилить и напилил сюда вот такой вот череп вот такой вот я приколист как-то это йохимба называется эта модель я не помню в руке лежит при этом достаточно хорошо да опять таки мы видим что здесь длина режущей кромки по сравнению с длиной лезвия так как с длиной с общей длиной ножа это как бы ни о чем но все равно в руке лежит отлично прикольная моделька для леворуких что интересно я понимаю что мы имеем по стали у нас здесь g2 это старая сталь в g10 это новая есть модели соус 8 есть резак збт этот 189 есть порошочек 440 порошочек с 300 с 30 в что у нас здесь еще по стали вот есть вот такой вот маленький ножик с очень так это нестандартной стали для спайдерки это н 690 то есть это какая-то коллаборация спайдерки и итальянских мастеров вот здесь можно увидеть что здесь написано что сделано в италии потому что вот у меня есть ножи которые сделаны в из этой японии ножи сделаны колорадо америка а это вот итальянский нож сделано в италии то есть вот такой вот ножик интересно что я его брал для ношения по германии потому что это слип джоинт видите вот так вот он складывается тебе на руку немножко кожу отрезает бывает это же не правильно ножевой блок вот вот так вот он выглядит такая вот у архитектура очень маленькая вот это отверстие клипса глубокой посадки то есть вот можно посмотреть что достаточно глубоко это будет сидеть на кармане чисто открывать всякие упаковки вот такая вот миниатюрная спайдерка одна из самых маленьких что мне когда-либо была то есть если мы сравнивать с поле стану типа размеру или вот это вот он обмен размер всего рукоятку то есть вот целиком этот нож при этом в руке лежит достаточно неплохо этим ножом можно выполнять какие-то повседневные функции то есть это чисто нож на эдэси ну вот как итальянцы это видят итальяна типа это бонжорно пицца и так далее совсем другая история это вот этот вот нож вот это вот нож спайдерок он во-первых показывает другой вариант замка то есть если здесь вот мы имели слип джоинт вот здесь вот слип джоинт где-то там у нас был компрессион лог да это у нас был бэк лог то вот здесь вот у нас этот бары бэл-бэл-бэл как это называется этот замок короче я не помню как он называется обзор неправильно не за не за это не за не замечаете этих проблем в общем здесь замок вот с таким вот шариком то есть ты вот так отогнул и лезвие складывается офигенно классная механика у этого ножа офигенно классно рукоятку этого ножа то есть она целиком заполняет твою руку да у этого ножа есть сирейтер но это сирейтер более такой злой я бы даже так сказал вот если сравнить его с сирейтером на четвертой дуре достаточно охрененная классная штука сталюка здесь в г-10 но это нож он сделан он сделан для всяких там служб спасения для всяких пожарников барыбал как называется замок вот так вот он работает что-то типа напоминает асик слог но вот такой вот уникальный достаточно замочек прикольный прикольный ножичек офигенно собран клипса прикольно все как надо то есть вот это спайдерка мне действительно нравится что в руке лежит классно но но ножик достаточно редкий и вот как бы мы переходим к той коллекции спайдерок моей той части моей коллекции спайдер где я буду показывать какие-то вот такие ножи чисто полочники то есть этим ножом ты еще как бы предполагаешь что ты будешь выполнять какую-то работу то остальные ножи не чисто на полку не то чтобы ими ничего нельзя было делать но просто у них такая специфика начну я вот с этого вот переднего флипера я думаю вы узнали это модель это прошлого ли поза прошлого года вот такой вот передний флиппер вот такая вот совсем маленькая коджентльменчик и естественно здесь у нас есть compression lock вот так она механика просто шикарно этого ножа то есть все дела при этом как мы знаем у спайдерки же нету эти как она называется подшипников спайдерки все на шайбах и вот то как она складывается на шайбах и раскладывается это просто это просто песня это просто песня песня мама дорогая передний флиппер это достаточно современная форфакторе то есть многие производители пытаются выпустить что-то в этом направлении там серкати бекер в общем все такое но вот здесь вот как она реализована конечно классным образом особенно мне нравится что ты можешь сюда положить палец у тебя будет лучше сцепление плашки здесь из типа карбона или что-то под него на рукояти у нас что-то у нас на рукояти с 30 в то есть тоже какой-то порошочек такой не самый не самый отстойный лезвие естественно посередине темлячного отверстия так по моему нету но предполагаю 6 ты будешь вешать темняк то вот сюда вот куда-то на этот на клипсу клипса проволочная переставляемая то есть для левых для правых есть какой вариант хотя бы по идее замок ты точно куда не переставишь вот такой прикольный ножик вот так вот целый день сидеть мне очень нравится чисто джентльменский чисто джентльменский нож прикольная моделька ну и следующая моделька на не менее прикольно тоже типа передний флиппер вот мы видим здесь вот такую штуку вот так она открывается вот здесь уже лезвие побольше то есть если мы так два ножа сравним это достаточно современно то есть но в принципе казалось бы они должны быть разные по размеру но если вот так вот их рядом друг с другом поставить то и рукоятки то не особо отличаются по длине ну и лезвие тоже в принципе в принципе рядом если здесь у нас спуски от обуха и такое достаточно деликатное лезвие то здесь вот у нас лезвие чуть потолще но вот здесь вот мы имеем подводы в виде вогнутой линзы то есть это линза если мы посмотрим вот видно что это это линза вогнутая линза ну и система запирания это типа компрессия ногу только с кнопкой то есть вот так нажимаешь и ножик складывается вот так тоже можно целый день вот так вот сидеть вот так вот целый день можно сидеть этим заниматься берешь в руку ну в руке лежит нормально то есть ты можешь взять руку так чтобы уверенно им работать это прикольный прикольный ножик клипса здесь немножко другая тут у нас не не проволочная стандартно такая спайдерковская клипсом она тоже переставляемая на эту сторону то есть рукоятка сделана из тоже типа чё-то под карбон даже если мы здесь вот проведем скорее всего это просто накладки под карбон а сама рукоятка изгодитель не знаю в общем что то такое вот с текстурой под карбон прикольно достаточно она не скользкая она именно шоухватистая но при этом как бы руку тебе не особо и реже то есть прикольно сделано вот такая вот вот ножик передний флиппер что у нас здесь за столюком и здесь у нас порошочек с 30 в сделано на тайване вот написано дело на тайване тунг чунг какой-то тай хунг чай хунг пофиг 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 сделано на тайване где вот это сделано тоже тайвань вот тоже сделано вот здесь написано на тайване ну и сейчас перейдем к вот чтобы понимали значит эндуро 4 это мой любимый нож у спайдерки самый-самый-самый любимый это конечно вот это вот пара милитари то есть это охрененно самый-самый-самый-самый любимый мой нож от спайдерки вот это пара миле классный нож просто ну кайф кайф ловлю но есть еще так называемые нажиманский грани у спайдерки это то что как говорится хрен где найдешь и фиг где купишь вот у меня есть такое значит этот я не сонг это бабочка от спайдерки попытка спайдерки зайти в сегмент бабочек то есть вот разложил сложил нет сложил разложил вот такой вот вот такой вот вот такой вот ножичек вот с таким вот замысловатым меха механизмиком чтобы он вас не раскладываться до сюда есть вот такая вот кнопочка то есть надо поднять видите он уже не раскладывается до сюда арава отпустил и раскладывается охрененный прикольнейший ножичек очень мне нравится клипса высокой посадки вот здесь вот такие вот две плашки сделать то есть чтобы вы понимали насколько этот нож технологичный вот здесь вот вот эти вот зазоры между этими плашками это просто песня клипса переставляется наверх на низ куда угодно рукоятка из г-10 есть вот эта кнопка блокиратора замка то есть чтобы нож раскрылся нужно опустить вниз и нож раскроется чтобы он дальше не раскрывался поднимаем блокиратор вверх и он как бы его фиксирует это нож имеет какую-то кинжальную геометрию рукоятка кинжального типа нож тоже такой вот лезвие кинжального типа узкая достаточно при этом она достаточно широкая подводы подводы здесь нету подводы очень маленький спуск идут прямо от обуха на клинке у нас с 30 в и сделан опять-таки в тайване вот в этом вот самом танчхунге танчхунге тайвань вот такой прикольный ножик называют это тоже японка называется он называется я не сонг то есть охрененнейший прикольнейший ножичек это вот такой ножевой грааль от спайдерка то есть хрен где найдешь хрен где купишь и но если у тебя есть молодец а если нету завидуете вот вот собственно говоря это есть моя так сказать коллекция спайдерок зафиксировали не будь бомжом ходить с ножом спайдерку тебе так сказать в руку в хорошем смысле этого слова то есть если у вас как бы есть желание ознакомиться с спайдерками начните это с эм или бадура 4 либо там какая-нибудь эндела то есть потому что это как бы самые такие нормальные варианты а потом уже когда расчувствуете когда поймете что вам нужно что-то больше переходите на парамилитаре ну и затем уже так сказать самое так сказать пойдет полисы мили вот эти вот всякие там вот то что тут есть смоки я не помню как они называются в общем будете так сказать идти дальше и станет ваша так сказать коллекция лучше главное расчувствовать вот спайдерку ее вот вот что хорошо что спайдерка это марка который можно расчувствовать и если ты как бы этим занимаешься то всегда можно найти какие-нибудь прикольные штуки например вот это вот ножик мой стейковый ножик он такой достаточно прикольный я вот с ним стейки кушал недавно вот охрененно товарищи любители колд стила обзавидуются все на этом пока